здравствуйте с вами вяткин александр это канал команда гост плюс друзья сегодня у нас очень зажигательная тема монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основанием поэтому прежде чем начать я должен сделать пару долгих но очень важных заявлений плюс у меня есть одно очень интересное объявление для подписчиков да в ролике есть тайм-коды но пожалуйста не перематывайте чтобы не было недопонимания и ничего не пропустить начну с объявления мы запускаем обучающие онлайн мастер классы по платной подписке начнем мы со сборки вот этого трехфазного электросчета на 96 модулей для частного дома да у нас был уже мастер-класс в оффлайне и возможно будут еще но такой большой щит собирать живую нам никто просто не даст не говоря уже о том что стоимость поездки на живое выступление и соизмеримо больше просмотра по подписке ну а пересмотреть живое выступление невозможно физически помимо получения пошаговой съемки процесса сборки счета с подробными разъяснениями вы сможете задать любые дополнительные вопросы в закрытом чате предложить новые темы для мастер-классов и просто пообщаться но любые связанные с электромонтажными работами темы с участниками нашей команды и со лично да я прекрасно понимаю что это не он ли фанс с титьками и не болтовня про успешный успех и никто не гарантирует что это будет интересно какому-то весомому количеству людей поэтому первый месяц подписки мы выпускаем в тестовом режиме если дело пойдет уже можно будет заморочиться с бусте и другими площадками короче говоря все действительно зависит только от вас в нашей тематике такого никто еще не делал и направление по которым можно работать просто поле непаханное от контента для совсем начинающих до полноценного проектирования причем интересные вам темы вы будете выбирать сами в закрытом чате я считаю что он наш мастер-класс это просто маст хэв для начинающих электриков и заказчиков желающихся разобраться в теме чтобы не допустить косяков в своем ремонте но даже если вы уже крутой специалист никогда не будет лишним просто посмотреть как свою работу выполняют коллеги и подчеркнуть что-то интересное для себя для подключения к нам пишите на этот номер ватсап он продублированы в описании я лично приму ваши сообщения и расскажу о дальнейших действиях что же касается конкретно этого видео и основного канала то мы тут выпускаем ролики не для того чтобы кого-то чему-то научить своих видео мы объясняем потенциальным заказчикам как мы работаем и почему мы делаем именно так а не иначе и уже заказчик сам делает выбор хочет он доверить нам свои комфорт и безопасность или нет если у вас уважаемые коллеги горит одно место только из-за того что кто-то соблюдает нормы и правила своем монтаже это только ваши проблемы в этом ролике как и во всех остальных никто не будет сюсюкаться и смягчать углы мой вам совет если вы из секты свидетелей дяди васи у которого сто лет так работало и ничего просто не смотрите теперь важная информация для заказчиков мы не делаем скрытую электропроводку в деревянных домах за исключением домов из сип-панелей для сип-домов у нас разработана своя методика пожаробезопасного монтажа она схожа с тем о чем я расскажу в конце этого ролика но при этом там присутствует масса нюансов и тонкостей подробное видео о монтаже в сип-домах вы найдете в описании но тем не менее мы так или иначе постоянно встречаемся своей работе с монтажом по сгораемым основанием так как более двух третей частных каменных домов попадающих нам на монтаж имеют деревянные перекрытия и данное видео мы снимаем не для того чтобы разозлить как можно больше комментаторов на ю тубе а чтобы люди обращающиеся к нам за электромонтажными работами были готовы к тому с чем им придется столкнуться теперь думаю пора переходить главной теме ролика и начать пожалуй стоило бы с чтения нормативных документов но я оставлю это на потом иначе мы пожалуй сразу с неправильных способов монтажа и разберемся в чем проблема каждого из них помимо прямого нарушения норм и правил самый очевидно неправильный способ это прокладка кабелей по дереву как есть без каких-либо дополнительных оболочек так скажем по американской технологии подробно тут останавливаться не будем на нашем канале уже есть ролик про американскую технологию и почему она не применима у нас если в двух словах то там не так все от величины напряжения и горчителей для отпугивания грызунов в составе оболочек кабелей до независимой инспекции и обязательного страхования это просто другая планета и ничего из-за океанских способов в наших условиях применять категорически нельзя от себя только добавлю что скрытая прокладка незащищенных кабелей в деревянных домах это самый обыкновенный строительный терроризм и причиной гибели дома при таком монтаже могут стать как самые обычные мыши да даже за подвесными потолками эти светильники не дадут соврать так и сами деревянные конструкции непосредственно ведь найти качественную древесину в нашей стране это почти нереальная задача и нет ничего удивительного когда эти конструкции выворачивает винтом и они сами повреждают проходящие внутри них кабели ну и не будем забывать что замена электропроводки каждые 30 лет по истечению срока службы кабелей это тоже утопия для наших краев проводка будет служить до упора пока ей вообще можно хоть как-то пользоваться и с течением времени риск пожара возрастает многократно следующий способ сополить свой деревянный дом это монтаж проводки в гофрированных трубах я не знаю что должно быть в голове чтобы решить что пвх гофра имеет хоть какое-то отношение к пожарной безопасности но тем не менее я постоянно вижу людей которые в это верят друзья мои запомните ничего что сделано из пластика не имеет никакого отношения к пожарной безопасности не гофра не коробки не даже так любимые всеми вами чешские подрозетники если на каком-то сайте какой-то маркетолог ляпнул что это для деревянных домов это совсем не означает что так оно и есть маркетологи не могут изменить законов физики они могут только впаривать это их работа именно плевать сгорит ваша семья или нет ответственности они не несут никакой в двух словах любые пластиковые изделия в деревянных домах применяются только для наружного монтажа ну а теперь мой любимый пункт ради которого я собственно все это видео и затевал металлорукав великий ужасный и вездесущий вот тут давайте сначала посмотрим что нам говорят нормативные документы и почему металлорукав с их точки зрения не подходит для скрытого монтажа в сгораемых конструкциях пункт 15 15 моего любимого 256 свода правил гласит за подвесными потолками в пустотах перегородок выполненных с применением материалов группы горючести g3 и g4 это как раз дерево в том числе электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах локализационная способность это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке проложенный в ней без прогорания ее стенок согласно таблице 15 1 и начнем разбор пункта с того что металлорукав это никакая к черту не труба это скрученная лента с замком который без пвх оболочки вовсе никоим образом не герметично а сами пвх оболочки далеко не всегда не распространяющие горение но это полбеды второе в соответствии с таблицей 15 1 толщина стенки трубы должна быть никак не меньше 0 5 миллиметра толщина же стенки металлорукава не бывает толще 0 3 поэтому локализационная способность это ни разу не про металлорукав на этом мнение общественности разделяется первые выворачивают требования наизнанку и несут откровенную дичь будто бы так и должно быть вторые начинают впаривать свой жизненный опыт и отрицают требования нормативных документов как таковые сначала размотаем первых я встречал видео где человек с серьезным лицом зачитывать таблицу 15 1 и на словосочетание сечение жилы провода делает выводы что стальные трубы нужно применять только для отдельных проводов а кабели можно прокладывать как бог на душу положит к этим словам кроме как вредительству и диверсии относиться не могу ну тем не менее я периодически встречаю этот тезис комментариях на разных ресурсах для того чтобы понять что это полная дичь достаточно всего-навсего продолжить читать нормативный документ и уже на следующей странице мы находим таблицу 15 2 где русским по белому написано что скрытые электропроводка в деревянных зданиях выполняется в стальных трубах как кабелями так и проводами все а теперь перейдем к нормативным нигилистам и их тезисам за применение металлрукава не обижайтесь но нас ждет целый клейдоскоп абсурда и часто можно услышать мнение дескать нормативные документы устарели и не учитывают современные аппараты защиты и материалы этот тезис не выдерживать никакой критики так как 256 сп который мы обсуждаем вышел в шестнадцатом году и каждый год проходит очередную редакцию с тех пор в монтаже не появилось абсолютно ничего нового тем более того что совершила бы революцию и требовала пересмотра требований не говоря уже о том что будет требование хоть десять раз устаревшими вам никто не давал полномочий их отменять второй тезис это то что дескать ничего не может случиться с кабелем посредине металлрукава а все неисправности происходят только в местах соединений первую часть оставим мы на потом а пока разберемся со второй да это здравая мысль действительно большинство неисправностей происходят в местах соединений и ответвлений ну почему в 90 процентах случаев я вижу как монтируя металлрукав люди ставят пластиковые коробки это даже не фейспалм я даже не знаю с чем это сравнить это как купить машину чтобы запрягать нее лошадь это просто полный абсурд но и это еще не предел есть ю тубе видео где почти 20 минут внимание сантехник рассказывать нам электрикам что сделать электропроводку в деревянном доме по правилам невозможно и приводит тезис как раз об опасности именно мест соединений а почти весь ролик на его фоне мы можем любоваться чертовыми петельками да еще и сделанными судя по всему проводом пвс это просто финиш чемпион по лицемерию кто не знает петельки отсоединений которые просто висят в воздухе без каких-либо коробок вообще но это ладно грешно смеяться над больными людьми есть же и нормальные монтажники которые не доводят до абсурда в принципе есть но и тут возникает масса проблем я сейчас буду немного фантазировать так как то что я сейчас перечислю делают ну буквально считанные единицы монтажников металлорукава допустим мы поставили металлические коробки с гермобводами мы заземлили металлорукав с двух сторон как положено для прохода сквозь конструкции мы металлорукав протягивали через стальные гильзы а не просто так на всех торцах металлорукава мы установили специальные втулки для защиты кабеля если вы все это выполнили а в конечной точке это все приходит к обычному точечному светильнику то вся работа которую только что перечислил не стоит и выеденного яйца и только установка накладных светильников в таком случае не лишает логики все проделанные работы и тем не менее логику мы с горем пополам нашли а вот пожаробезопасность нет ведь утверждение что с кабелем посредине металлорукава ничего не может случиться тоже неверно как вы думаете что может вызвать повреждение кабеля посредине металлорукава не поверите сам металлорукав дело в том что подавляющее большинство рукавов нашей стране изготавливается из стальной оцинкованной ленты при затяжке кабеля слой цинка неминуемо стирается что впоследствии приводит к коррозии ржавчина образует острые кромки прибавим к этому тот факт что деревянный дом постоянно находится в движении то он проседает то его распирает любые вибрации будь то топот детей или хлопания дверями неминуемо расходятся по всему дому и мы получаем результат который вы видите на своих экранах это все не говоря уже о санузлах где в соответствии с тем же 256 сп даже стальные трубы применять запрещено судя по всему именно по этой причине а по рассказам многих коллег работающих на обслуживании всеми так любимый металл рукав пвх оболочки гниет еще быстрее чем обычные так как конденсат из него не испаряется коррозия металлорукава в принципе неизбежный процесс а электропроводку как-то инспектировать и уж тем более время от времени менять никто и никогда не будет это просто бомба замедленного действия это опять же с учетом применения всех тех мер которые описал чуть выше установкой всей необходимой фурнитуры которую еще не всегда и не в каждом регионе можно купить ну а как же защита спросит некоторые я дескать поставлю себе узок типа а автомата с характеристикой б у задп в одну на сдачу и никаких проблем нет друзья так не работает не существует на свете устройств которые предугадывают неисправность сначала происходит замыкание с выбросом раскаленных газов и искр и только потом срабатывает защита вы хоть увешайтесь с дпшками это не поможет электропроводка работает только в комплексе правильных способов монтажа плюс правильная защита эти меры по отдельности не работают никак если вы проложили стальную трубу но защита не подходит прогорит и труба если вы подобрали защиту но проложили кабель как есть замыкание подожжет окружающую пыль и древесную стружку до того как сработает защита ну надеюсь я понятно объясню ну и последний тезис это применение огнестойких кабелей типа фрлс тут вообще слышу звон не знаю где он огнестойкие кабели предназначены для питания эвакуационных и противопожарных систем сделаны для максимального продления работы кабеля в условиях пожара они для того чтобы кабель не стал его причиной простыми словами если кабели фрлс видим передавит где-нибудь стене он также весело подожжет дом как и любой другой но зато у вас продолжит работать телевизор и вы сможете во что бы то ни стало досмотреть любимую передачу пока пепел и угли цепятся с потолка вам за шиворот на этом рассказ о том как делать неправильно пожалуй закончим мы рассмотрим варианты правильного монтажа соблюдением всех норм правил и здравого смысла и я вам не расскажу как сделать проводку в деревянном доме от и до как я сказал вначале мы с ними не работаем а стоящие перед нами задачи немного проще да мы делали скрытый монтаж в дереве раньше фоторабот вы сможете найти в нашей группе с тех пор появилось много новинок в этой сфере материалы стали гораздо доступнее я бы лучше порекомендовал перейти на канал пента дизайн если вы очень интересуетесь этой темой ссылка будет в описании ребята специализируются по деревянным домам сами производят и продают материалы в том числе гофрированную трубу из нержавеющей стали с толщиной стенки 0 5 миллиметра да именно трубу а также цельнометаллические технологичные подрозетники и многое другое это не реклама я с ними даже не знаком лично просто люди хорошо делают свое дело и на этом вопросе собаку съели а мы будем решать вопрос прокладки электропроводки по сгораемым основанием за подвесными потолками в каменных домах и тут мы применяем два варианта монтажа во первых разумеется стальные трубы в москве очень несложно найти специальные электротехнические трубы со всей необходимой фурнитурой углами коробками и прочим как говорится на любой вкус и кошелек но у данного способа есть и недостаток применение труб делает невозможным установку встраиваемых светильников и сильно ограничивает их выбор ведь для нормального их заземления требуется кооперация с монтажниками потолков так как труба должна выходить за плоскость потолка на достаточное расстояние чтобы ее надежно заземлить но при этом уместиться в основании светильника другими словами правильно использовать трубы можно не всегда и не везде и мы их применяем только когда на потолке располагаются только светильники это накладные это в небольшом количестве в тех же случаях когда электропроводка полностью прокладывается по потолку или устанавливаются встраиваемые светильники мы применяем более технологичный метод слой несгораемого материала самый безопасный в то же время бюджетный способ прокладки электропроводки по горючим основаниям это сделать их негорючими предварительно обшив их гипсокартоном и вести электропроводку как обычно если вы внимательно прочитаете таблицу 15-2 то помимо стальных труб вы увидите там вариант прокладки по намету штукатурки понятное дело что штукатуре деревянный потолок дело неблагодарное а вот и использовать вместо штукатурки гипсокартон нам абсолютно никто не мешает также подкладка несгораемых материалов фигурирует в таблице 213 седьмого издания пуя гипсокартон относится к категории горючести g1 стоит он копейки ничего выравнивать при его монтаже не нужно и с его установкой справится любой подсобник умеющий работать в шуруповертом единственное мы не нашиваем гкл непосредственно на обрешетку пароизоляции а сначала обшиваем потолок листами usb или фанеры это позволяет упростить крепеж и сэкономить на специальных ввертышах для гкл плюс обеспечивает дополнительную прочность для зашивки применяется гкл толщиной 10 миллиметров можно как обшить кабели со всех сторон так и просто зашить потолок целиком мы всегда применяем второй вариант так как сравнивая копеечную стоимость материала и геморрой при его замере и нарезании по стоимости выходит тоже на тоже если в вашей бригаде работает хотя бы двое человек то весь этаж зашивается за пару часов и смысла ковыряться с полосами нет абсолютно никакого при этом обшивая потолок целиком мы не только решаем вопрос прокладки электропроводки но и обеспечиваем повышение уровня пожарной безопасности всего дома в целом электропроводка далеко не единственная причина возникновения пожаров и даже если кто-то захочет провести эксперимент с добавлением воды в раскаленное масло на вашей кухне ваш дом не будет уничтожен да разумеется в этом ролике я не смог объять необъятное и победить ветряные мельницы на каждый мой тезис местные кулибины высосут из пальца еще 10 своих переспорить всех я и не собираюсь как по мне я сказал достаточно а если у кого-то из коллег появилась острая боль которую нужно срочно извить в комментариях то я должен вас успокоить друзья мои темы деревянных домов крайне не популярны на ютубе этот ролик посмотрит полтора человека а людей которым наплевать кто и как лишь бы дешевле меньше не станет и эти люди никогда не станут нашими заказчиками мы с вами не конкуренты я снимаю этот ролик только для того чтобы не рассказывать все вот это вот каждому заказчику по отдельности на каждом консультационном выезде вот и все успокойтесь если у кого-то и остались вопросы милости просим в комментариях а лучше в наш закрытый чат о котором я рассказывал в начале видео ну а на этом у меня все спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк подписаться на канал и заглянуть нашу группу вконтакте спасибо за внимание и безопасного вам электричества с вами был вяткин александр команда гост плюс